Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе было вполне себе интересным. Начали, как обычно, с кадровых перестановок. Собственно, они не были неожиданными и речь шла о том, что две замечательные барышни в составе правительства Республики Башкортостан, Яна Гайдук и Маргарита Болчева, потеряли свои приставки ИО в Рио и стали полноправными хозяйками своих ведомств. Комитета по делам молодежной политики и Министерства внешнеторговых связей и конгрессной деятельности соответственно. Ну, бурные аплодисменты, кстати говоря, прозвучали во время оперативки. Ну, как уж их было не издать сборищу мужиков в отношении достаточно симпатичных девушек или барышень. Я уж не знаю, как точно их охарактеризовать. В общем, заняли законное место две эти дамы в правительстве Республики. Далее последовало достаточно обширное вступление Хабирова на тему ковидных ограничений. Я позволю себе три небольшие цитаты из этого вступления, потому что они очень важны и характеризуют ситуацию в целом. В частности, Хабиров сказал, очередная волна ограничений для тех, кто не вакцинирован. То есть, здесь мы уже сбрасываем все маски, отбрасываем все условности и заявляем о том, что вот эти ограничения исключительно для тех, кто не вакцинирован. Как будто бы вакцинированные не болеют. Как будто бы люди вторично не заболевают ковидом. Тут, конечно, очередное противоречие Хабирова самому себе, очередное нагнетание обстановки и, в общем-то, как я уже сказал, сбрасывание масок. Далее цитирую Хабирова. В целом, наши действия нацелены на то, чтобы увеличить число вакцинированных. Конец цитаты. Но это, как я уже и говорил ранее во многих выпусках, и предполагал о том, что вообще-то основной целью Хабирова является не вакцинация, не борьба за здоровье населения, а именно исполнение задания Кремля. В Кремле сказали вакцинировать, он вакцинирует. Он уже не выполнил планы, которые были спущены из Москвы. Москва недовольна. Москва уже включила Башкортостан в список отстающих. Хабирова нужно догонять. Или, как говорится, будет какая-нибудь ата-та. Пытаясь хоть как-нибудь объяснить тот бардак, который воцарился в республике после необдуманных решений Хабирова по третьей волне ограничений, он заявил следующее. Власть, она и есть власть. И если она решение приняла, то будет приводить его всеми мерами управления и принуждения. Конец цитаты. Ну, опустим косноязычие Хабирова в его выражениях. Он частенько пропускает слова в предложениях до такой степени, что они не всегда понятны по смыслу. Но тут мы поняли. Речь идет опять о любимом, обожаемом и вожделенном, судя по всему, для Хабирова принуждении. Вот эта вот манера общения с людьми через принуждение, она уж как-то слишком явно сквозит в личности Радио Фаридовича. Тут уже много всяких скабрезных предположений делается в интернете по поводу его предпочтений в личной жизни и так далее. Я не сторонник подобных вещей, как говорится, свечку не держал. Но в отношении населения, конечно, у Хабирова вот эта садомаза очевидным образом проскакивает. Принуждение, принуждение, принуждение. Я не знаю, до какой степени мы будем терпеть и чего мы будем ждать еще от Радио Фаридовича, но тут, как говорится в той поговорке, хорошо, что не бритвой по глазам. Оперативное совещание в этот раз шло в таком старом, добром, классическом ключе. То есть не было никаких неожиданных докладов, все было по сценарию и первым докладом был доклад Максима Васильевича Забелина на тему о ситуации с COVID-19. Уже более полутора лет мы привычно начинаем совещание в правительстве именно с этой темы. Собственно, и доклад самого Забелина уже многие-многие недели подряд носит исключительно характер статистического отчета. Заболевших в итоге на данный момент у нас в Башкирии 77 173 человека, это официальная цифра. Суточный прирост составил 660 человек. Коечный фонд 8 155 коек. Оговорюсь, что эта цифра практически достигла уровня весны 2020 года, вот этого пикового уровня количества развернутых коек. Занятость коек на данный момент, по словам Забелина, 88%. Отмечу, что занятость упала, незначительно, но упала относительно прошлой недели. По поводу прививок, первым компонентам по отчетам Минздрава привито 1 миллион 436 тысяч человек, то есть 46% взрослого населения. Вторым компонентам уже привито 1 миллион 260 тысяч человек. 46% взрослого населения это уже много. Помнится в самом начале пандемии, не знаю как, сохранилась ли достоверность этих данных или нет, но речь шла о том, что коллективный иммунитет вырабатывается уже на отметке в 60% от взрослого населения популяции. То есть мы достаточно близко приблизились к этой цифре в 60%. Правда, вот коллективного иммунитета не наблюдается наружи. Выслушав Забелина, Хабиров обратился к безобразному эпизоду, который случился в Стерлитамаке на прошлой неделе. Речь идет об этом полицейском насилии в отношении престарелой женщины на автовокзале города Стерлитамака. Хабиров всецело поддержал действия сотрудников МВД, назвал тех, кто попадает в эти новости, собственно, а новости про вот это насилие уже разошлись по федеральным каналам. Так вот, их Хабиров привычной для себя манере обозвал провокаторами и очень поддержал действия полицейских, тем самым, ну, в общем-то, наверное, вселив уверенность в этих бравых ребят в погонах в том, что они действуют верно, что заламывать и тащить по асфальту престарелых женщин – это нормально. Жаль, на самом деле, ожидали от Хабирова чего-то иного, но других слов он, видимо, подобрать не смог, хотя можно было бы выразить свою мысль несколько иначе. Ну, вот, что есть, то есть. Вот в этой стилистике Садамаза Хабиров поддержал своих боевых товарищей из МВД в том, что они делают. Также он сказал, цитирую, «Я не знаю, на какой срок мы ввели эти ограничения, и действовать мы будем максимально жестко». Немного отступая от канвы оперативки, от себя добавлю, что уже выяснились подробности того, что случилось в Стрель-Тамаке с Валентиной Звонаревой. Вот именно об этой женщине идет речь. На самом деле она ехала не в Кумертау, а в Уфу. Билет она приобрела электронный, и при приобретении билетов не получила никакой информации, а, кстати говоря, ехать она собиралась с Баш-Автотрансом, никакой информации о том, что ей нужно иметь с собой в части документов, что ей нужно предъявлять, а простите, не все старики у нас настолько продвинуты, чтобы вот вникать в эти вопросы QR-кодов и прочих вот этих вот придумок ради Фаритовича. В общем, женщина просто была не в курсе. А когда она попала в автобус, для нее стало неожиданностью вот это все, что на нее обрушилось, какие-то QR-коды, чего-то где-то там предъявлять, чего-то откуда-то скачивать. И, собственно, она в какой-то ступор впала, но вот с ней поступили оперативно и очень жестко. Она, собственно, зафиксировала побои, по крайней мере, ну, какие-то дефекты. И, ну, она говорит о ушибах. И, в общем-то, планирует писать заявление в прокуратуру и в МВД по поводу насилия, которое над ней свершилось. Ну, посмотрим. Шансов, конечно, у нее добиться справедливости немного, особенно на фоне вот таких заявлений главы республики, но шансы все-таки есть. Далее по сценарию шел трехглавый доклад о ситуации в ЖКХ, дорожном транспортном комплексе и чрезвычайных ситуациях. Первым выступал, естественно, Алан Викторович Морзаев. И вот тут Алан Викторович поставил рекорд. Собственно, Алан Викторович переплюнул самого Беляева в части краткости своего доклада. Я специально хронометрировал этот доклад. Случилось чудо. Рекорд поставлен. Доклад господина Морзаева длился, внимание, 32 секунды. То есть достаточно 32 секунд для того, чтобы описать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Башкортостан за истекшие хотя бы семь дней. Не буду судить, насколько это объективно, но мне это кажется как минимум странным. Собственно, в 32 секундах этого рекорда содержалось две основные мысли. Что аварийных отключений по Республике не было, а уборка территорий повсеместно ведется. Вот собственно и все. Министр транспорта и дорожного хозяйства господин Булышев говорил существенно медленнее Алану Викторовичу, и потому был несколько более пространным, хотя по содержательности его доклад был примерно таким же. Говорил он в основном на одну и ту же тему, это про ДТП. ДТП на минувшей неделе случилось 72, пострадал 81 человек и погиб 9. Всего за 2021 год, за 9,5 месяцев в Республике погибло 386 человек, что на 24 человека больше, чем за аналогичный период предыдущего года. И по прогнозу в Республике погибнет в этом году от 490 до 510 человек, что существенно выше того норматива, который установил Радий Фаритович Хабиров для этого ведомства, выше на 25 процентов. То есть тут полный провал. Отчитываясь о чрезвычайных ситуациях в Республике за неделю, господин Гумеров упомянул о том, что 9 человек погибло в пожарах, это действительно многовато, а также упомянул о том, что неожиданно на территории Республики вспыхнуло 14 лесных пожаров, что нетипично для осени. Два из этих лесных пожаров все еще не были потушены на момент оперативного совещания в правительстве. Третьим докладом оперативного совещания был доклад об организации центров реабилитации. Делала этот доклад Ленара Хакимовна Иванова, министр труда, социальной защиты и защиты семьи или чего-то там еще. Честно говоря, после истории с изгоревшими в приюте стариками и после того, как в этот же день госпожа Иванова вместо того, чтобы отправиться на пожарище, отплясывала на корпоративе, вот после этого вообще по любому поводу Ленару Хакимовну, видите на экране, просто противно. Любого нормального человека должно быть только такое чувство. Это чувство отвращения. Тем не менее, нам все еще демонстрирует эту даму в эфире, она все еще министр, и нам приходится ее слушать. Уловил несколько моментов, над которыми, в принципе, можно задуматься. И здесь есть один интересный нюанс. Министры, делающие доклады на оперативных совещаниях, по всей видимости, не рассчитывают на то, что кто-то будет вообще, в принципе, анализировать те цифры, которые они выдают. Свои, как известно, те, кто сидят в зале, и так знают все нюансы и обстоятельства, связанные с этими лукавыми цифрами, а чужие, те, кто по ту сторону экрана, скорее всего, и не поймут ничего. Но не тут-то было. Два показателя, которые предъявила нам госпожа Иванова, наводят на одну очень важную и очень печальную мысль. Речь идет о статистике количества инвалидов и детей инвалидов по республике Башкортостан. В частности, Ленара Иванова заявила, что численность детей инвалидов в республике увеличивается на 20% с 2017 по 2021 год. То есть идет рост численности детей инвалидов, и это, по утверждению Ивановой, общестрановая и общемировая тенденция. Хорошо, предположим. Но запомним, количество детей инвалидов растет на 20%. При этом за тот же период с 2017 по 2021 год, по утверждению Ивановой, количество вообще инвалидов в республике Башкортостан снизилось на 10%. С 276 тысяч до 259 тысяч человек. На 10%. То есть тем самым госпожа Иванова заявляет о том, что за период ее работы в социальной сфере республики Башкортостан выработалась стойкая тенденция к тому, что дети инвалиды не доживают до взрослого возраста. Вот, собственно, один из итогов работы госпожи Ивановой, это то, что дети инвалиды не имеют шансов, по крайней мере, в большинстве своем, видимо, дожить до взрослого возраста. Также характер доклада госпожи Ивановой, в общем-то, носил характер явки с повинной. В частности, она сообщила, что за долгие годы работы ее в этой сфере, а она уже много лет работает в этой сфере, в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в общем-то, достичь ей не удалось ничего, потому что по ее собственным утверждениям. Здания центров реабилитации продолжают требовать ремонта, по словам Ленары Ивановой, и совершенно непонятно, добавлю я от себя, куда делись сотни миллионов, ежегодно выделяемые госпожей Ивановой на цели ремонтов и содержания этих зданий. Также госпожа Иванова сообщила нам, что отсутствует оборудование для инвалидов и маломобильных, хотя на эти цели также выделяются огромные миллионы ежегодно. И много-много лет подряд под руководством Ленары Ивановой работает это ведомство. Ленара Хакимовна с высокой трибуны посетовала, что нет транспортной инфраструктуры, отсутствуют специалисты, обученные современным методам реабилитации и абилитации. Ну, много-много лет госпожа Иванова руководит этой сферой, а ВОЗ и ныне там. Только деньги, сотни миллионов рублей каждый год куда-то исчезают. Вот, собственно, тот главный вывод, который я делаю из доклада Ленара Хакимовны. И совершенно закономерно, что в конце своего доклада госпожа Иванова сообщила, что ей опять потребуются существенные средства. Ну, кто бы сомневался. Последовавший далее доклад господина Морзаева о завершении работ по ремонту подъездов в рамках программы «Комплексный ремонт подъездов» был достаточно любопытным, причем по двум абсолютно разнородным причинам. Но давайте обо всем по порядку. Третий год уже длится вот эта бодяга с ремонтом подъездов. Судя по всему, это одна из любимых и, скорее всего, одна из самых плодородных тем, которые привнес господин Хабиров с появлением у нас здесь в республике. Вот, помните, там заборчики Киреева, ремонт подъездов, посадка крупномеров. Что можно еще из этих вот выделить особых идей, которые, прямо скажем, очень дорогие, очень дорого обходятся нашему бюджету и которые с года в год утягивают куда-то вот эти гигантские суммы, являя нам в ответ весьма скромные результаты. Так вот, ремонт подъездов – это одна из этих вот рабочих тем, видимо, приносящих определенный рабочий регулярный доход. Третий год мы все это дело перевариваем. В 19-м-20-х годах было отремонтировано, это по данным Морзаева, 6181 подъезд, на что было истрачено примерно 2 миллиарда рублей. В 21-м году задание было существенно снижено, речь идет о ремонте всего 306 подъездов, на что было истрачено 222 миллиона рублей. Просто на полях отмечу, что у господина Морзаева ремонт подъездов вдвое дороже, чем в предыдущие два года. То есть, если мы делим 2 миллиарда на 6181 подъезд, получаем среднюю сумму 355 тысяч рублей на подъезд. Если мы разделим 222 миллиона на 306 подъездов, отремонтированных в этом году, мы получаем сумму 725 тысяч. То есть, примерно в два раза дороже. Ну ладно, тут материалы подорожали, тут и работы подорожали. Не знаю, в чем причина, только констатирую. Господин Морзаев заявил о том, что акты приемки подписаны полностью по всей программе в этом году. Более того, удалось сэкономить средства и отремонтировать в городе Агидели еще дополнительно 6 подъездов. Браво! Ну, я уже много раз говорил о том, что качество этих ремонтов, я уж не говорю о стоимости их, наверное, должны оцениваться самими жильцами в каждом конкретном случае. Есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Это безусловно. Госпожа Прочаковская бессовестно врет о том, что нет ни одной жалобы на качество ремонтов. Они есть. Не могу сказать, что они многочисленные, но констатирую очередное вранье Елены Анатольевны. Далее произошла еще интересная подробность в этом докладе. Собственно, вот вторая важная вещь, которая есть. Это то, что Морзаев нам рассказал о том, что мониторинг министерства ЖКХ выявил необходимость устройства пандусов для инвалидов синхронно с ремонтом подъездов. Это, в общем-то, разумная мысль, потому что сделал ремонт подъезда, все покрасил, все побелил, пришел делать пандусы, все опять разворотил, разломал. Ну, нет, конечно. Разумный хозяин, рачительный хозяин сделает все одновременно. Так вот, этот мониторинг установил, что в республике необходимо установить 1371 пандус для инвалидов в 830 квартирных домах. На полях своего доклада Морзаев отметил, что стоить это может 200 миллионов рублей. В связи с чем у меня вопрос? Первое. Почему министерство ЖКХ не имеет доступа к данным о местах проживания инвалидов? Ну, что это? Стратегически секретная информация? Госпожа Иванова скрывает ее и требует доступа или присутствия спецслужб? Ну, что за дела вообще? Это первое. Второе. А куда вообще смотрела госпожа Иванова все эти годы, если на данный момент накопилась необходимость в обустройстве 1371 пандуса? Собственно, обустройство этих пандусов и курирование этого вопроса – прямая обязанность госпожи Ивановой. Или она уже ничем не занимается, кроме того, что пляшет на корпоративах и носит красивое платье. Вот это меня, честно говоря, поразило до глубины души. Я не знаю, насколько удачно получится господину Морзаеву эту инициативу реализовать. Речь идет о том, что нужно в рамках ремонта подъездов делать эти пандусы там, где они необходимы. Но, как говорится, дай бог. Потому что я точно понимаю, что у госпожи Ивановой это вообще не получается. Завершили оперативное совещание вопросом о результатах деятельности в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей. В своем вступлении к этому докладу Хабиров сказал, что это наиважнейший вопрос. Доклад, естественно, делал уполномоченный по защите прав предпринимателей Флюр Мизагитович Асадулин. Господин Асадулин, судя по всему, очень хорошо выучил урок, который преподали ему как-то не так давно, когда он попытался перечить главе республики и чего-то там отстаивать в плане прав предпринимателей. Господин Асадулин отчитался именно о результатах деятельности в сфере, а не о результатах самой защиты. Но деятельность у него вполне себе впечатляющая, потому что за истекший период господин Асадулин сделал 497 запросов, написал 154 жалобы, организовал визит Титова, конференцию, форум, семинар и даже конкурс детских рисунков. Ну, понятное дело, господин Асадулин в результате всей этой деятельности вошел в рейтинг упоминаемости и ему поступило аж целых 381 обращение от предпринимателей. Упоминая количество обращений, которое поступило к нему от предпринимателей, Флера Асадулин с гордостью заявил, что их количество снизилось на 30% от количества в прошлом году. Вот тут у меня возникает вопрос. Такое резкое падение жалоб на свое существование со стороны предпринимателей либо говорит о том, что предпринимательство в республике Башкортостан процветает на всю катушку, либо говорит о том, что господин Асадулин окончательно утратил доверие самого предпринимательского сообщества, и оно не видит в нем ни защитника, ни заступника. Но закончил свой доклад Флюр Мензагитович и вовсе феерической фразы, которую я позволю себе процитировать. В целом ситуация с административным давлением на бизнес в республике Башкортостан улучшается. Не очень понятно было из этой грамматической конструкции, растет ли это давление и хорошо ли это, или оно падает и плохо это, но тем не менее вот таким образом завершил свой доклад господина Асадулин. Любопытно, как отреагировал на этот доклад Хабиров. Ну, во-первых, он вскричал спасибо, назвал доклад впечатляющим и тут же сказал, что Флюр Мензагитович делает все очень правильно и прямо заботится-заботится о предпринимателях. Но отметим, что господин Асадулин ни словом не обмолвился о тех ограничениях, которые были наложены буквально на прошлой неделе господином Хабировым на торговые центры, а то есть на огромное количество индивидуальных предпринимателей, которые являются арендаторами в этих торговых центрах. Ну, очевидно, что Хабиров сам очень беспокоится на эту тему. Помним, что он опять предполагал явление народа с виллами уже на эту тему к нему в офис, и Хабиров заговорил сам на эту тему. Цитирую. Ради Фаридов сказал следующее. «Я сам ходил в торговый центр, падение выручки в четыре раза. Сперва надо было с людьми говорить и стараться сделать их союзниками, хотя это маловероятно». Конец цитаты. Вот в этой фразе, ну, по завершению совершенно закономерного хохота за кулисами, в ней, ну, столько абсурда, сколько вообще можно уместить в эти слова. То есть в переводе на русский язык это звучит так. «Мы сейчас у вас отнимем выручку, практически уничтожим ваш бизнес, станьте, пожалуйста, нашими союзниками». Звучит довольно странно, да? Далее Ради Фаридович начал слегка привирать. Цитирую. «У нас уже полтора миллиона вакцинированных, нет, полтора миллиона вакцинированных, и еще надо вакцинировать 800 тысяч человек. Если по 15 тысяч в день вакцинировать, то к Новому году задача будет решена, и никаких задач у нас не будет». Конец цитаты. Ну, вот здесь, да, подсознание рвануло наружу из Ради Фаридовича и сообщило нам в очередной раз, что у него одна-единственная задача – вакцинировать, значит, нужное количество людей, и больше у него вообще никаких задач в жизни нет. цитаты. Хабиров окончательно явил себя настоящего, процитирую его в последний раз на этом мероприятии. Он заявил, как «У нас нет задачи мучить людей, бить по бизнесу, сами переживаем». Конец цитаты. Ну, да, вот то самое по Фрейду. Незаметно было по лицу Хабирова, как он переживает. Понимаем, что любимое у него это дело принуждение и насилие. Соответственно, вот тут позвольте вам, Ради Фаридович, не поверить. Завершая оперативное совещание, Ради Фаридович, похоже, крупно оговорился или мы чего-то не знаем. В частности, он заявил, что объявлена обязательная вакцинация для лиц старше 65 лет. Ну, мы этого пока не слышали из официальных источников. Можно ли его заявление расценивать как официальное, не знаю. Возможно, это просто ошибка. Но я, честно говоря, не слышал ничего о том, что есть обязательная вакцинация для лиц старше 65 лет. Там для каких-то категорий граждан, работающих там-сям в тех сферах, в этих сферах, да, они чего-то такое заявили. Хотя много раз было говорено о том, что в принципе обязательной вакцинацией быть не может пока еще по российскому законодательству ни для кого. Ну, то есть, человек имеет выбор, да, то есть, либо уйти с работы, либо вакцинироваться. То есть, его не могут схватить и поволочь к медицинскому столу и втыкать в него иголки. По крайней мере, пока так звучит. Ну, вот Хабиров заявил то, что он заявил. Возможно, он просто оговорился. Субтитры сделал DimaTorzok